МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире программа О чём говорят. Свершилось, говорят театралы, и удовлетворённо потирают руки. В Самарском академическом театре опера и балета всё же решили ставить снегурочку. И репетиции уже начались. Губерния замерла в ожидании премьеры, а мы позвали поговорить о новой постановке тех, кому предстоит выйти в ней на сцену. Первым до нас добрался Дед Мороз. А в миру заслуженный артист России Андрей Анатольевич Антонов. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Итак, прекрасное произведение римского Корсакова Снегурочка. Я сразу сказал, что Дед Мороз до нас добрался. Телезрители, чтобы не смущались и не думали, что я тут словами играю, вы, потому что исполняете партию Деда Мороза. Да. Интересно то, что, я думаю, Михаил Александрович Панджавидзе, который ставит этот спектакль, он нас всех собирал в первый день своего приезда и рассказывал концепцию. Ну, я не буду, конечно, ее пересказывать, поскольку это его... А у него свое видение, наверное. Свое видение. И, наверное, есть свои какие-то тайны, которые бы он не хотел раскрывать, поскольку те, кто придут в театр... Надо было Панджавидзе взять с собой. Он был у нас здесь гостем. Да, это, конечно, гигант. И он любит как бы не то, что переиначивать, но давать свое видение произведения. Свое видение определенное. Но, видимо, какие-то моменты все же можно раскрыть. Это не совсем будет сказка, как было принято, наверное, в последние годы и в советское время ставить, когда выходили все сказочные персонажи, и оформление было такое несколько лубочное. А больше, наверное, это будет ближе к Островскому, к его пьесе. К самому произведению Островского. Да, к самому произведению. И там интересно то, что, наверное, замысел в том, что не то, как Русь потом сформировалась христианская, а наоборот, доисторическая. Русь языческая. Языческая. Конечно, Островский и писал именно с таким уклоном. Боги, стихии и все это. И интересно провести параллель. Римский Курсаков ведь недолюбливал Вагнера. И, несмотря на это, они очень в чем-то похожи. И по музыкальному складу, по языку. И также обращение к каким-то легендам, которые брал Вагнер из своего эпоса народного. И вот Римский Курсаков тоже в данном случае. Такой вот стихии огня, стихии мороза, стихии весны. Все это переплетено. Бог Ярила. Вообще Римскому Курскому самому нравилось. Я уж не знаю, в принципе, так для телезрителей. Может быть, понятно, что вы это прекрасно знаете. Вообще нравилась и Снегурочка, и работа над Снегурочкой. Первым-то, насколько я знаю, Чайковский взялся писать. Ну, да, музыка к драме Островского. Да, но там не пошла эта Снегурочка. Она была поставлена, но популярностью не пользовалась. А вот когда Римский Курсаков сделал свое произведение, по воспоминаниям, по собственным же, она ему далась необычайно легко. То есть, практически не трудился, а получал удовольствие. В принципе, наверное, вот это удовольствие передалось. И мы с вами уже сколько прошло поколений, сколько лет, получаем точно так, что эта вот легкость восприятия, наверное, она присутствует. Ну, конечно, и Римский Курсаков, он недаром, некоторые его считают композитором, который очень хорошо сказку делал. Тембровые какие-то моменты, мелодии, умение форму создать необыкновенную, когда вот на одном дыхании идет музыкальный такой поток, напоминающий поток Вагнера музыкальный тоже, хотя язык немножко разный. Но это очень захватывающе, и очень такая музыка, я бы сравнил с гастрономией. Вот так вот, вкусная. Вкусная, да. Вкусная. Вообще, смотрите, вам ведь уже доводилось играть в «Снегурочке», в Челябинске, по-моему, тоже Деда Мороза, да? Да, в Челябинске меня пригласили на фестиваль, Ирина Архипова представляет. И, кстати, Ирина Константиновна была на этом спектакле. И вот как раз я участвовал в такой достаточно традиционной постановке, режиссер Степанюк, где оформление было достаточно такое сказочное, я бы сказал. И костюм Деда Мороза такой, в общем. У нас другая «Снегурочка». Я думаю, что будет другая. Будет другая. Какие еще крючочки? Давайте заинтригуем телезрителя. Что еще следует? Не то, что ожидать, наверное. Ну, режиссер, в общем, как бы сделал такой манок всей труппе. Он сказал, что вот эта, какая там ночь Ивана Купала, что она будет очень такая... Как ночь Ивана Купала, да? Да, будь здоров, да. То есть готовьтесь. Вот, и еще он пригласил, я, к сожалению, не помню имя, фамилию, по пластике специалиста, который будет работать со всей труппой. Специально. Да, и я думаю, что всегда вот пластическое решение, оно имеет и смысл, и для публики очень... Вообще вот эта связка Александра Анисимова и Михаила Панджавидзе, она всегда дает какой-то убойный такой материал. Вот. Хотел сказать, телезрители, да, и зрители, да, вот, они всегда остаются очень довольны, в восторге. Ну, во всяком случае, картинка будет, я думаю, яркая. Ну, а тут еще завлекли ночью на Ивана Купала, да, так что, да, это к тому, что это не сказка, это для взрослых зрителей. Хорошо. Вот давайте еще немножко вот о вас поговорим, потому что я посмотрел вашу творческую биографию, вы объездили всю Россию. Более того, гастроли Китай, США, Сербия, Латвия, Ирландия, Южная Корея, Индия, Израиль, европейские города, и какие? Париж, Лиль, Берлин, Мюнхен, Вена, Варшава, Мадрид, Няполь, Рим, Буэнос-Айрис, Амстердам, Эксфорд. Тут перечислять можно, да, я сейчас перечисляю, и я вам где-то внутренне даже завидую, да, поэтому Самара в этом ряду как бы... Ну, Самара в первом ряду. В первом ряду. Вот это дорогого стоит. Вот что для вас тогда Самара? Ну, Самара – это родной город, родной театр, родной дом, я бы сказал. Я, конечно, в Самаре не родился, родился в Волгограде, но все равно это Волжский город, и это все как бы три в одном, да? Где бы ни выступали, тянет все равно сюда. Да. Астрахань-консерватория, так что три в одном у меня. Три в одном. Вот, и в Самаре, естественно, проходит большая часть моей жизни, главная часть, потому что здесь и все постановки, и работа, и филармония тоже, в которой я люблю очень выступать, и они частенько зовут, и другие концертные залы в Самаре. Начали говорить, вы понимаете, вот что меня еще заинтересовало, вы же пели в Семене Катко, да? Сергей Прокофьев, буквально, да, 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 это тоже взрыв такой, да, вот как сейчас Левиафан обсуждают, также в свое время, чуть пораньше, да, обсуждали эту тоже оперу, поставленную по произведению Валентины Катаевой «Я сын трудового народа». Она ведь, у нее трудная судьба у этого произведения, потому что первоначально, когда Прокофьев написал, ее ставил, она несколько раз пытались ее, так сказать, поставить на поток, и не получалось. Сейчас совершенно новое прочтение. Ну, я знаю, что Полянский, который дирижировал этим вариантом, он давно очень хотел, и вообще он очень любит Прокофьева, так же, как и я, в принципе. И тут дата помогла, я считаю. К столетию Первой мировой. К столетию, да, Первой мировой войны, и заинтересовались, видимо, высшее начальство нашей армии, и предоставили первоначальное исполнение было в театре Красной Российской армии теперь. Ну, она контекст совершенно иной получила, насколько мне кажется. Вот когда я знакомился с творчеством, она перекликалась с теми действиями, которые сейчас идут на Украине, и с Донбассом. Это так наложилось, потому что там же война на Украине, гражданская. И здесь идёт гражданская война на Украине, и вот это вот всё как-то срослось. Да, необыкновенно. И это чувствовалось. И какая-то атмосфера в зале была такая особая. И у исполнителей всех это как-то очень пронимало. Пронимало. Тем более в классическом варианте это же тоже не совсем не чистая опера, да, это получилась тоже смесь жанров и искусств. Да, там, в общем-то, и нечто контактное артериальное есть, такие хоры убойные. Я понимаю, наверное, не к вам вопрос, да, вот если бы здесь кто-то был из, так сказать, руководителей, но тем не менее, вот к нам бы в Самару, да, вот с этим произведением. А я думаю, что Полянский с удовольствием бы приехал. Вопрос цены только. Вот так вот. Это всё решаемо. Будем отправлять тогда куда-нибудь. И я бы с удовольствием в этом тоже поучаствовал. Поучаствовал. У них такой полуконцертный вариант, там на проекции идут различные. Но гастроли пока не предусмотрены, по-моему. Пока нет. Пока только в Москве, потому что готовили к этому. Я знаю, что Полянский сотрудничает из филармонии, привозил и капеллу сюда, в Самару, поэтому... Поэтому ещё, может быть, и посмотрим, да? В принципе, если бы кто-то заинтересовался в этом, мы-то с удовольствием готовы... Эпическое, потому что произведение действительное, оно как бы так прогремело. Хорошо. Мало времени остаётся, тем не менее, про вас. Вы работали с Ростроповичем, работали с Ириной Архиповой, да? Насколько я знаю, знали и Елену Образцову. Ну, для меня вообще эти все люди гиганты. И нам повезло нашему поколению то, что мы росли на голосах и Образцовой, и Архиповой, и Нестеренко, и можно перечислять бесконечно в то время. В общем-то, несмотря на то, что сейчас ругают тот период, всё-таки государство растило своих звёзд. Раньше так не называли этих людей. Но если взять любую республику... Они были звёздами, в общем-то. По-любому они были звёздами. Конечно. Если взять любую республику, можно перечислять людей, которых создавало наше государство. Ту же Украину возьмите. И Гнатюк, и Соловьяненко, и Мирошниченко, и Юрий Гуляев тогда там начинал. Какие имена? Было великие государства, Советских Социалистических Республик. Да, всё, что потом, это уже отдельная история. И мне довелось, возвращаясь к вопросу о Елене Образцову, довелось бывать на её концертах и спектаклях. Это всегда было ошеломительно. И я помню, как огромное впечатление произвела на меня её графиня в «Пиковой даме». Я ещё был совсем пацаном. Она приезжала в Волгоград. Я ходил к ней за кулисы, брал автограф. Немножко мы с ней даже разговаривали. Она была... Видно было, что это человек на пьедестале на каком-то, но она очень нормально общалась. Общалась. Светлая, конечно, ей память. Давайте почти времени осталось. Вернёмся к «Снегурочке». Итак, премьерные спектакли пройдут вот уже буквально в феврале. Довольно-таки я посмотрел. Короткий такой репетиционный период. Потому что, насколько я понимаю, ещё до Нового года думали, ставить «Снегурочку» или нет. Наступил новый 2015 год. Решение было принято. «Снегурочку» решили ставить. Сейчас она активна в работе. И уже 7 и 8 февраля премьера. Да, премьера. Вот. Так что... Ну, я считаю, что это замечательное решение. Поскольку, ну, если бы не было постановки, был бы концертный вариант. Но опера в концертном варианте – это не совсем опера. А уж если удивлять, так удивлять. Да, зрелище должно быть и звучание. Всё вместе там. Я думаю, и я, и огромное количество Самарцев, и жителей губерния, может быть, из других регионов, приедут удивляться 7 и 8 февраля в Самарский академический театр опера и балета, чтобы получить удовольствие и послушать замечательную оперу римского «Корского Снегурочка». Ну, и ещё хотелось бы добавить, что это всё-таки русская опера, и это замечательно, потому что в русском театре должно большинство опер быть русских, я считаю. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что была программа «О чём говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам ещё раз. Спасибо.